Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гельтек. Сегодня я хочу рассказать вам о пилингах. Вкратце, какие они бывают, представить какие-то средства, которые у нас в Гельтеке есть с такой функцией, и разобраться в нюансах их применения. В первую очередь, надо сказать, что пилинги могут быть безабразивные, то есть, собственно, пилинги химической воздействия на кожу с целью отшелушивания и с абразивными частичками. Тогда мы называем их скрабы. Иногда могут быть скатки, так называемые, там тоже могут содержаться и кислоты, и, например, парафин, который мы вместе с эпидермисом скатываем. Но чаще всего встречаются вот такие два варианта, то есть, текстура пилинга гелевая или жидкая, без абразивных частиц и пилинг скраб, как, например, маска скраб для лица из линейки The U. Если рассматривать пилинги, содержащие, например, кислоты, то они могут быть коллоидной системой, то есть, в которой растворены кислоты, то есть, это может быть гель, либо это может быть жидкость. Такие пилинги, как правило, спиртовые, то есть, содержат спирт. Сразу скажу, что в гельтейке все пилинги без спирта, мы не работаем пока со спиртом. И, соответственно, спиртовые пилинги чаще всего более агрессивные, чем гелевые системы, в которых, например, та же кислота будет высвобождаться постепенно и не так агрессивно повреждать роговой слой и нижележащие слои эпидермиса. Какие могут быть пилинги? Энзимные, кислотные. Соответственно, кислоты могут быть, АХ-кислоты используются, могут использоваться и бета-гидроксикислоты, могут быть ретиноевые пилинги, то есть, так называемые желтые пилинги, в которых активным ингредиентом является активный ретинол, именно в состоянии ретинола, не пульмитата, ацетата или даже не ретинодегид, чаще всего это просто ретинол в достаточно большой концентрации, более 1%, то есть чаще встречается, например, 5%. И есть определенная закономерность, чем ниже ПАЖ, то есть кислотность пилинга, тем он агрессивнее. Соответственно, чем ниже ПАЖ, тем выше концентрация кислот, тем он будет агрессивный, но при одной и той же концентрации кислот, если ПАЖ более высокий, то пилинг будет проникать менее глубоко, если более низкий, менее 2,5%, то это будет уже агрессивный пилинг, проникающий более глубоко. Надо сказать, что не для всех пилингов характерен, например, кислый ПАЖ, ретиноевые пилинги, они как раз не имеют очень низкого ПАЖ, но в целом такая закономерность имеется. Если мы будем рассматривать, например, пилинги энзимные, то чаще всего там, конечно, слабо кислый ПАЖ, но для энзимов не нужен сильно низкий, сильно низкая кислотность. Энзимы работают сами по себе, расщепляя клейкое вещество, которое склеивает вот эти мертвые кератиноциты, роговевшие чешуйки на поверхности эпидермиса. И их действие подобно тому, как мы, например, используем для того, чтобы мясо стало мягким перед тем, как мы его будем жарить. Какие-то ферментные, например, добавки повара профессионально используют. Или мы замачиваем мясо, например, в каких-то ингредиентах, которые содержат природные ферменты. Например, в папайе, там фермент папаин, или в ананасовых кусочках, там фермент бромелоин. Или, например, какие-то есть специальные препараты, которые размягчают киви, например, кстати, тоже можно использовать. И также работают поверхностные энзимные пилинги с кожей лица. То есть смягчают, разжижают вот это клейкое вещество, которое держит наши нетшелушные частички на поверхности эпидермиса, делая кожу тусклой. Соответственно, энзимные пилинги могут использоваться как пилинг, и как пилинг скраб, например, два в одном, иметь абразивные частички. А могут энзимы входить в состав очищающего средства, которое очень недолго находится на коже, просто чуть более глубоко работает с, например, комедонами и с избытком кожного сала. Например, энзимная пудра, которая у нас недавно вышла, это очищающее средство в виде порошка, который вспенивается с водичкой, наносится на кожу. До одной максимум двух минуты можно при желании подержать, это совсем не обязательно. И это более глубокое очищение, которое используется, допустим, раза три в неделю на фоне стандартного обычного вашего очищения кожи. Также есть скрабы для головы, в которых вообще нет никаких кислот или энзимов. Есть просто частички соли, которые растворяются в процессе их применения на коже головы, отшелушивая, опять-таки, роговершие чешуйки, которые не дают хорошо функционировать нашим волосным фолликулом. Вот, собственно, вот такой, можно сказать, мини-обзор, что бывает. Да, в скатках, сразу скажу, бывает в составе парафин, и когда, например, пилинги скатки человек использует, ему кажется, что ой, сколько грязи он с себя снял, на самом деле он просто снимает частички парафина или воска, которые, собственно, в этой скатке являются базовым ингредиентом. Его тоже можно отнести к скрабирующим препаратам, и, например, вот это растяжение кожи, когда мы используем скатки, оно не всем полезно. Теперь рассмотрим, когда можно и когда нельзя использовать различные пилинги или скрабы. Естественно, мы не используем скрабы, когда у нас есть воспаление или гиперчувствительная кожа, или поврежденная кожа, или герпетическая инфекция, например, в обострении. Вообще скрабы используем значительно реже, чем препараты без абразива. Не всем нужно, не у всех грубая гиперкератозная кожа, не всем нужны абразивные частички. Если же у нас есть показания к использованию дополнительного отшелушивания, то есть грубая кожа, гиперкератоз, склонность к воспалению, комедонообразованию, возрастные изменения, которые связаны с замедленным обновлением кожи, то кислотные средства, мягкие, либо более жесткие, эпизодически используемые, будут показаны. Если мы будем точно знать показания и противопоказания, то вполне безопасно сможем использовать пилинги как в салонном уходе, так и в домашнем уходе. Если у вас будут вопросы возникать по поводу использования кислот или энзимов, задавайте их, пожалуйста, в комментариях, с удовольствием на них ответим. Ставьте лайки, если вам информация была полезна, если не полезна, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok